Давным-давно в одном белоснежном замке, окружённом зачарованным лесом, жила добрая королева. Холодными зимними днями она любила мечтать, глядя на снежинки, которые, танцуя, падали за окном. Однажды королева услышала, как дети играют снаружи в снежки. Она открыла окно, чтобы посмотреть на детей, и тут ветер подхватил и унёс любимый красный носовой платок королевы. Платочек упал точно на голову снеговика, которого строили дети. Они весело помахали доброй королеве и поблагодарили её. «Ах, как я мечтаю о дочке! С кожей белой, как снег, красными, как вишня губами, и добрым сердцем!» Прошло время, и мечта доброй королевы сбылась. Через девять месяцев у короля и королевы родилась дочь. Самая красивая девочка на свете. Они назвали её Белоснежка. Но их счастье длилось недолго. Вскоре королева покинула землю и превратилась в звёздочку на небе. А через несколько лет отец Белоснежки женился на женщине по имени Гелла. Король был ослеплён красотой новой королевы и не замечал её надменности и высокомерия. «Зеркало, зеркало на стене! Кто прекрасней всех на земле?» «Вы, моя королева, вы прекрасней всех на земле!» «Ха-ха-ха! Нет на свете никого прекраснее меня!» Тем временем Белоснежка выросла и превратилась в красивую юную девушку. Однажды отец её король собрался в долгий поход со своими солдатами и крепко обнял девочку перед отбытием. «Не печалься, Белоснежка, я вернусь!» Шли дни, и в один из дней злая, тщеславная королева Гелла позвала своего коммергера Дункова. «Открой моё волшебное зеркало, Дунков!» Коммергер был неуклюжим и запутался в покрывале, которым было укрыто зеркало. «Ты дурак! Вон отсюда сейчас же!» Королева в очередной раз восхитилась своим отражением в зеркале, а затем спросила. «Зеркало, зеркало на стене! Кто прекрасней всех на земле?» Волшебное зеркало ответило. «Вы больше не самая прекрасная на земле, моя королева. Белоснежка прекрасней всех на земле!» Гелла ужасно разозлилась. «Не может быть! Никто не может быть прекрасней меня на этом свете!» Казалось, весь замок содрогнулся от ярости королевы. Её злое сердце решило уничтожить красоту Белоснежки. Позвав к себе королевского охотника, Гелла приказала ему отвезти Белоснежку в зачарованный лес и убить. «Принеси мне её сердце!» Белоснежка не ожидала беды и легко согласилась отправиться с королевским охотником в лес. По пути она увидела раненую птичку на земле и подобрала её, чтобы перевязать ей крыло. Тем временем королевский охотник подкрался сзади и направил на Белоснежку свой лук. Он прицелился, но увидев, как ласково Белоснежка держала в ладонях раненую птичку, охотник понял, что не может убить девушку. «Белоснежка! Она приказала мне убить тебя, но я не могу убить девушку с таким добрым сердцем!» «Кто хочет убить меня?» «Королева Гелла! Тебе нужно бежать! И спрятаться!» Охотник решил обмануть королеву и убил вместо Белоснежки дикого кабана. Он принесёт сердце кабана королеве и та поверит, что Белоснежки больше нет. Принцесса была ужасно напугана. Она бежала сквозь тёмный лес без оглядки, сражаясь с острыми ветками и летучими мышами, пока не выбилась из сил. Белоснежка упала и уснула посреди тёмного зачарованного леса. Когда охотник добрался до замка, он пошёл прямиком к королеве. «Я выполнил ваш приказ!» Королева открыла коробку и внимательно посмотрела на сердце. Она поверила, что Белоснежка была мертва, и её смех наполнил замок зловещим эхом. Белоснежка проснулась, когда солнце было уже высоко. Она была в самом сердце дремучего леса. Прямо перед собой она увидела чудесный маленький домик. У него была маленькая садовая калитка, маленький забор, маленькие окошки, дверной колокольчик и круглая зелёная дверца. Белоснежка позвонила в колокольчик, но никто не ответил. Тогда она стала стучать в дверь, и дверь отворилась. Внутри всё было таким маленьким и казалось игрушечным. Маленькая утварь, ложечки, чашечки. Белоснежка увидела крохотную миску с супом и тут же съела весь суп, потому что была очень голодной. Поев, Белоснежка почувствовала, что хочет спать. Она улеглась на маленькой кроватке и уснула. Через недолгое время с работы домой вернулись хозяева. Это были семь гномов, которые трудились на рудниках. Зайдя домой, гномы тут же почувствовали что-то странное. Они стали ходить на цыпочках и разговаривать шёпотом. Тихо! Кто-то съел мой хлеб. Кто-то ел из моей тарелки. Кто-то спит в моей кровати прямо сейчас. Какая красивая девочка! Осторожно! Тихо! Держи! Тихо! Она просыпается. Она прячется под одеяло. Хм... Не бойся нас. Мы семь гномов. Я умник. Это весельчак, ворчун, чихун. Простачок, скромник, Соня. Что ж, я... Меня зовут Белоснежка. Простите, что я зашла к вам в дом без спросу. Белоснежка рассказала гномам обо всём, что с ней случилось. Гномы были очень опечалены её рассказом. Они предложили Белоснежке остаться и жить в их маленьком домике. Но только при одном условии. Мы очень любим петь. Насколько у тебя красивый голос, милая принцесса? Соня. Snow White. Is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. Субтитры создавал DimaTorzok В большой стране жил прекрасный принц. Его звали Антван. Он очень любил ночами любоваться на звезды. Они напоминали принцу о людях, которых он когда-то любил. Однажды ночью он увидел лицо белоснежки в звездном небе. Принц почувствовал, что должен непременно найти эту девушку. Фея сказала ему, что она в опасности и дала ему магическое ожерелье в форме сердца. Принц Антван вскочил на своего верного коня и поскакал, куда глаза глядят, чтобы найти обладательницу этого прекрасного лица. Тем временем в замке злая королева Гелла снова обратилась к своему волшебному зеркалу. Дунков, раскрой мое зеркало! Полюбуемся моей красотой! Камергер Дунков принялся исполнять приказ. Но покрывало зацепилось за зеркало, и он едва не опрокинул его. Дунков был, ну, очень неловким слугой. Он всегда становился на редкость неуклюжим в самые ответственные моменты. Королеву это всегда выводило из себя. Когда Дунков ушел, королева задала зеркалу свой извечный вопрос. Зеркало-зеркало на стене! Кто прекрасней всех на земле? Белоснежка, живущая в домике семи гномов, самая прекрасная на земле. Что? Нет! Я была уверена, что Белоснежка мертва! Королева провела всю ночь, придумывая коварный план о том, как избавиться от Белоснежки раз и навсегда. Она решила, что лучшим способом будет замаскироваться, и превратилась в милого маленького кролика. Утром гномы отправились на работу. Один за другим они целовали Белоснежку в щечку, и, как обычно, они предупреждали ее о том, чтобы она была осторожна, оставаясь одна. Дорогая принцесса, не открывай незнакомцам, это может быть опасно! Однако лес казался таким уютным, и Белоснежка не относилась к их наказам серьезно. Она принялась поливать цветы в саду. Тут принцесса заметила маленького кролика, который казался раненым. Она подняла его с земли и забрала в дом. Белоснежка перевязала кролику ножку и положила его на кроватку, чтобы он отдохнул. Белоснежке показалось, что кролик уснул, и она вышла из комнаты. Тут же кролик открыл глаза и огляделся. Затем он прыгнул... Прыгнул и превратился в злую королеву Геллу. Именно на это она и рассчитывала. Она капнула на подушку Белоснежки яда. Вот-вот Белоснежка ляжет спать, и яд погубит ее. Тем временем Белоснежка так устала от работы в саду, что решила немного подремать. Она уже склонила голову над ядовитой подушкой, но вдруг... Белоснежка! 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 Домой вернулись гномы. Она встретила их у дверей, а после ужина они танцевали всю ночь напролет. Белоснежка уснула у камина. И это было хорошо, ведь если бы она уснула в постели, ядовитая подушка не дала бы ей проснуться. Когда королева вернулась у дворец, Дунков спал у ее дверей. Уверенная в том, что план удался, королева спросила. Зеркало, зеркало на стене! Кто прекрасней всех на земле? Прости, моя королева, но Белоснежка, живущая в домике семи гномов, самая прекрасная на земле. Как? Как? Нет, нет, нет! Это я должна быть прекрасней всех на земле! Я найду способ убить Белоснежку! Через пару дней, пока гномы были на рудниках, Белоснежка штопала их одежду. Вдруг она услышала стук в дверь. Постучали три раза. Белоснежка увидела за дверью уродливую старую женщину с корзиной яблок. Кто вы? Я торговка яблоками. У меня очень вкусные яблоки. Хочешь попробовать одно? Белоснежка боялась открывать дверь незнакомцам. Но она любила красные яблоки. Держи, наслаждайся, прекрасное дитя. Это бесплатно. Белоснежка взяла яблоко у старухи и откусила его. Но яблоко было отравлено. Принцесса упала замертво, не успев даже крикнуть о помощи. Тем временем неподалеку принц Антван отдыхал вместе со своим конем под деревом. Он проделал долгий путь, чтобы найти девушку, которая явилась ему среди звезд. И вот у дороги он увидел старуху. Он уже хотел заговорить с ней, как вдруг та превратилась в злую королеву Геллу. Принц и его конь были ошеломлены, и принц решил не спрашивать у нее дороги. Позже, той же ночью, гномы вернулись домой и увидели на полу безжизненное тело Белоснежки. Горе гномов было огромным. Их сердца были разбиты. Они смастерили прекрасный хрустальный гроб и, положив туда Белоснежку, отнесли его к самой длинной реке в королевстве, чтобы все жители королевства могли любоваться ее красотой. А прекрасный принц как раз шел со своим конем вдоль берега реки. Он заметил в лодочке хрустальный гроб и тут же узнал это лицо. Принц не знал, что делать от горя. Он открыл хрустальный гроб, достал звездное ожерелье и надел его принцессе на шею. Прощай, моя принцесса, сияй как звезда, где бы ты ни была. Но в этот самый момент принц увидел, как Белоснежка пошевелилась. Ожерелье было волшебным. Белоснежка ожила. Проснувшись, она очень удивилась, увидев перед собой прекрасного принца. Он помог ей выбраться на берег. Белоснежка и принц отправились в замок, чтобы рассказать королю обо всем. Узнав о том, что королева Гелла сотворила с Белоснежкой, король выгнал ее из королевства. Он запер волшебное зеркало и все принадлежности королевы в подземелье замка. А вскоре Белоснежка и принц поняли, что любят друг друга. Исправили чудесную свадьбу в замке. Они пригласили на свадьбу семь гномов и веселились несколько дней напролет. А потом жили долго и счастливо. Когда-то была на свете страна, над которой сияло лазурное небо, а земля ее была устлана яркой зеленой травой. В этой стране в прекрасном дворце жили Белоснежка и ее принц. Их жизнь была полна радости и счастья. Они не подозревали о том, что в темной пещере за горами неподалеку жила злая королева Гелла. Она и ее старый слуга Дунков были изгнаны из королевства, когда Гелла попыталась убить Белоснежку. Теперь у нее родился новый коварный план. Дунков, на этот раз меня никто не остановит. Я отомщу Белоснежке. Да, ваше величество. Дунков, Дунков, скажи мне, кто добрее всех на земле? А вы моя королева, кроме... Глупый-глупый Дунков. Нет, я должна быть самой прекрасной на земле. Я должна сотворить новое волшебное зеркало, чтобы найти Белоснежку и семь гномов в зачарованном лесу. Однажды у Геллы уже было волшебное зеркало, но сейчас оно было заперто в замке отца Белоснежки. Чтобы заполучить новое волшебное зеркало, ей нужно было соединить воедино все необходимые элементы. Она собрала немного волшебных листьев, немного магических бутонов и болотных камней. В ее колдовской книге было велено кипятить все это двадцать минут. Наконец, из черной жижи появилось новое, еще более могущественное волшебное зеркало Геллы. Черное зеркало! Черное зеркало! «Просыпайся! Покажи мне лес, где живет Белоснежка и семь гномов!» Дунков удивился, когда увидел, как новое злое зеркало повисло в воздухе в окружении летающих черных камней и фиолетового пламени. Внутри зеркала появился лес, в котором жили гномы, но он стал темным и страшным. Гелла снова обратилась к зеркалу. «А-ха-ха-ха! Черное зеркало! Преврати лес семи гномов в страшную чащу и поймай их всех!» Тем временем семь гномов, которые трудились весь день, выходили из шахты и направлялись домой. Сначала вышел умник, потом скромник, потом ворчун, простачок, чихун, весельчак и соня. Фух, какой долгий и тяжелый был день! «А давайте немного отдохнем, я бы прилег прямо тут!» «А ну стой! Нельзя отдыхать! Мы должны вернуться домой до заката!» Семь гномов отправились домой один за другим. Простачок шагал самым последним. Вдруг он увидел ворона, летящего между ветвей деревьев. В клюве ворона был маленький блестящий камешек. Простачок очень заинтересовался и начал взбираться по дереву, чтобы достать камень из клюва ворона. Выше, выше и выше. Но когда он уже был готов поймать ворона, дерево стало раскачиваться. Ворон улетел, а ветви дерева сомкнулись вокруг простачка так плотно, что он не смог выбраться. Его зеленая шапочка осталась висеть на ветке. Остальные гномы не заметили исчезновения простачка и продолжили идти своей дорогой. На этот раз последним шел Чихун. Он почуял запах вкусного пирога. Закрыв глаза, он пошел в направление чудесного аромата. Но заколдованный лес привел его в самую чащу. И вскоре Чихун уснул, одурманенный колдовским запахом. А волшебный лес поглотил его. Осталась только желтая шапочка Чихуна. Остальные гномы наконец дошли до своего маленького домика. Тем временем Белоснежка собирала самые вкусные угощения королевства, чтобы отправиться к своим любимым друзьям-гномам. Мой принц, я пойду в лес проведать моих друзей-гномов. Будь осторожна в пути. Гела может быть повсюду. Я люблю тебя, Белоснежка. Белоснежка отправилась в долгий путь через лес. И вдруг прекрасная радужная птичка уселась ей на плечо и защебетала. Кажется, она пыталась предупредить ее об опасности. Птичка полетела с дороги в сторону, пытаясь увлечь Белоснежку за собой. О, ты хочешь, чтобы я пошла за тобой? Хорошо, иду, милая птичка. Последовав за птичкой, Белоснежка вскоре увидела зеленую шапочку на ветке. Но это же шапочка-простачка! Неужели с ним случилось что-то плохое? Принцесса последовала за птичкой дальше. И вскоре нашла и желтую шапочку. Но это же шапочка-чихуна! Принцесса и птичка поспешили к домику семи гномов. А те, увидев Белоснежку, очень обрадовались, ведь у них появилась надежда. Ах, Белоснежка, мы так рады, что ты пришла. Мы не можем найти простачка и чихуна. Пожалуйста, помоги нам, мы должны найти их. Наверное, их поймала Гелла. Я нашла их шапочки в лесу. Мы со скромником, пожалуй, останемся дома на случай, если они вернутся. Белоснежка, умник, весельчак и ворчун отправились на поиски. Тем временем, далеко в горах, Гелла и ее слуга Дунков заключили бедных гномов в клетку. Ах, ха-ха-ха-ха-ха! Вы будете наказаны за то, что помогли Белоснежке! Я поймаю всех вас и уничтожу ваш лес! Гелла вернулась в пещеру и подошла к своему зеркалу. Черное зеркало! Найди Белоснежку и ее друзей! Напусти на них ураган! Белоснежка и семь гномов следовали за птичкой, когда погода внезапно изменилась. На них напал черный ураган. Они пробирались сквозь тьму и ветер, чтобы найти своих друзей. Они шли всю ночь туда, где Гелла устроила свое логово. Радужная птичка, не сдаваясь, вела их в горы. С края обрыва злая королева Гелла увидела Белоснежку и гномов. Она знала, что рано или поздно они придут. Я знала, что они явятся! Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Дунков, все готово! Да, моя самая прекрасная королева! Белоснежка и гномы были измотаны, но продолжали карабкаться по горе. Когда они достигли ее вершины, они увидели вход в пещеру и клетку, подвешенную над скалой. В ней были простачок и чихун. Не бойтесь, мы спасем вас! Б-б-белоснежка, черное зеркало! В пещере ее черное зеркало! Белоснежка осторожно пробралась в пещеру. Снаружи Дунков приглядывал за клеткой. Стараясь не попадаться ему на глаза, гномы перешептывались. И вскоре придумали план спасения своих друзей. Ворчун подкрался к Дункову сзади и прыгнул ему на спину, набросив ему на голову мешок. Весельчак стал тянуть клетку к земле. Она стала раскачиваться и ударила Дункову по голове, свалив с ног. Это было к месту, потому что дверь клетки все еще была заперта. Ключ у Дункова на шее. Весельчак снял ключ с шеи Дункова и быстро открыл клетку. Простачок и чихун были спасены. Но внутри пещеры Белоснежка оказалась лицом к лицу со злой королевой Геллой. Гелла, нельзя стать самой прекрасной, творя зло. Если ты правда хочешь быть прекрасней всех на земле, тебе лучше смягчить свое сердце. Красота – это то, что идет от сердца. Но злая королева Гелла не слушала Белоснежку. Она стала произносить заклятие. Глаза ее стали красными, а пальцы острыми, как ножи. Но позади Геллы уже были гномы, которые проскользнули вглубь пещеры, чтобы помочь Белоснежке. Гелла направилась к Белоснежке, подталкивая ее назад к черному зеркалу. Просто войди в темное зеркало, Белоснежка, и ты исчезнешь навсегда. Тут простачок бросился под ноги королеве, а остальные гномы подтолкнули ее сзади. Гелла споткнулась и провалилась в черное зеркало. Крик Геллы заставил Дункова очнуться. Он побежал внутрь пещеры и увидел Белоснежку рядом с зеркалом. Я иду, моя королева! И зеркало поглотило их. Гномы радостно подбежали к Белоснежке и обняли ее. Спасибо за то, что спасла нас Белоснежка. Нужно избавиться от этого зеркала. Гномы и Белоснежка сбросили зеркало со скалы в реку. А теперь пойдем домой. Простачок и Чихон были счастливы вернуться домой. Оказавшись снова в своем домике, Белоснежка и семь гномов устроили праздничный ужин. Давным-давно в далекой стране, в большом белоснежном замке, жили Белоснежка и принц Антуан. Они очень любили друг друга. По утрам они вместе гуляли в саду, днем катались на лошадях, вечером танцевали в бальном зале. Белоснежка, ты такая красивая, ты озаряешь мое сердце светом. Пока ты со мной, мой принц, я буду сиять, как звезда в небе. Они были счастливы наслаждаться миром и покоем в своем королевстве. Ведь злая королева Гелла, мечтавшая погубить Белоснежку, была изгнана и поймана в ловушку темного леса. Там, в темном лесу, злая королева построила себе замок из ядовитой грязи. Ее неуклюжий слуга, Дунков, продолжал служить ей верой и правдой. Юная пара и не подозревала, что у Геллы был магический шар, через который она продолжала шпионить за Белоснежкой. Хрустальный шар на столе. Покажи мне Белоснежку. Я ненавижу Белоснежку. Я уничтожу твоего драгоценного принца. И тогда твоя красота превратится в вечную печаль. Ты красивее всех, моя королева. Ты даже красивее меня. Убирайся, Дунков. Не хочу видеть твое уродливое лицо. Злая королева наблюдала через свой хрустальный шар, как принц покинул замок. Гелла закрыла глаза, и ей в голову пришел новый коварный план. Для этого ей нужно было черное зеркало, покоившееся на дне реки. Черное зеркало! Черное зеркало! Исполни мой план! Возникни перед принцем, как невидимый капкан! Волшебное черное зеркало поднялось со дна речных вод и встало у принца на пути. Она стала невидимым, чтобы заманить принца в ловушку. Тем временем, во дворце друзья Белоснежки, семь гномов, собирались на работу в шахтах. Каждое утро Белоснежка провожала их поцелуем. До свидания, семь гномов! С тех пор, как гномы поселились в замке, они копали королевские шахты, собирая драгоценные камни для замка. Гномы не подозревали, что нашли очень ценную магическую пыль. Она ярко сверкала, и они наполнили ею свои крошечные мешочки. Здесь немножечко для вас и немножечко для меня. А затем отправились обратно по тропинке к замку. А теперь, а теперь обратно в замок мы идем! А на другом конце королевства, принц Антуан ехал по дороге на своем белом коне Прега. Он собирал красивые красные розы для своей жены Белоснежки. А потом увидел самую красивую розу. Она росла у подножья дерева, и принц направил к дереву своего коня. Поскакали! Прега! Но! Но! Подожди здесь, мальчик! Но подойдя к цветку, принц не увидел перед собой волшебного черного зеркала. Он потянулся за цветком, и его рука исчезла. Но он продолжал идти, все глубже и глубже ныряя в невидимое зеркало, пока полностью не исчез. Его конь Прега был напуган. Он поскакал обратно в замок так быстро, как только мог. А внутри черного зеркала был темный лес, посреди которого лежал на земле прекрасный принц Антуан. Все это было частью плана Геллы. Прекрасный принц Антуан, спящий на траве, я приказываю твоему сердцу выполнить одно задание. Собери все воспоминания о своей Белоснежке и забудь их. Служи мне отныне верой и правдой. Принц Антуан проснулся, но глаза его стали красными. Он забыл Белоснежку. Злая королева заколдовала его и сделала своим слугой. Я должен подчиниться, моя королева. Конь Принца бежал в замок так быстро, как только мог. Когда Белоснежка увидела коня без Принца Антуана, она испугалась, поняв, что случилось что-то плохое. Прего! Что случилось с Принцем? У Белоснежки возникла идея. О, нет! Она побежала в самую дальнюю и темную комнату замка, где было заперто настоящее волшебное зеркало королевы Геллы. Зеркало всегда говорило правду, поэтому Белоснежка подумала, что сможет использовать его, чтобы узнать, где находится Антуан. Тем временем семь гномов вернулись в замок. Они не знали, что случилось с Принцем Антуаном, но когда увидели взволнованно бегущую Белоснежку, они поняли, что случилась беда и последовали за ней в подземелье, где было заперто настоящее волшебное зеркало. Белоснежка встала перед волшебным зеркалом. Зеркало, зеркало на стене! Отзовись! Волшебное зеркало не ответило. Белоснежка спросила снова. Зеркало, зеркало на стене! Ответь на мой зов! Наконец зеркало ответило. Ты ищешь своего принца? Гелла заманила его обманом в темный лес. Я знала это! Я знала, что это она за этим стоит! Вдруг в отражении зеркала появилась королева Гелла. Когда семь гномов увидели ее, они стали со страхом закрывать друг другу глаза. Если ты хочешь спасти своего драгоценного принца, войти внутрь зеркала! Белоснежка любила Антуана и шагнула к зеркалу. Сначала она протянула к зеркалу руку, а потом ее полностью затянуло в темный лес. Нет! Стой! Не ходи туда! Белоснежка! Было слишком поздно. Белоснежка оказалась в темном лесу. Сверкнула молния, деревья загорелись в темноте, и вдали проползли страшные существа. Семь гномов не знали, что делать, но они были верны Белоснежке и решили последовать за ней. Белоснежка и семь гномов стали пробираться через темный лес. Несколько светлячков подлетели к ним и осветили путь. И это было хорошо, потому что они чуть не упали в озеро. Принцессы и гномы стали осторожно пересекать озеро по камням. Но вдруг гигантский осьминог с длинными щупальцами поднялся из воды и напал на них. Злое существо схватило гномов одного за другим и стало раскачивать взад-вперед. О-о-о, не меет! Отпусти нас, помогите! Но как только осьминог собрался схватить Белоснежку, прилетела стая светлячков, чтобы защитить ее. Спасибо, светлячки! Пожалуйста, спасите и моих друзей! Свет светлячков становился все ярче и ярче. Они покружили вокруг Белоснежки и бросились в большие глаза монстра. Сияйте ярче! Свет был настолько ярким, что у монстра заболели глаза. Он отпустил гномов, и они смогли убежать. Осьминог снова погрузился в воду. Спасибо тебе, Белоснежка! Мы чуть не погибли! Мы должны быть осторожнее! Смотрите, это, наверное, замок Геллы! Ого! Вот это дворец! А тем временем в замке королева Гелла лелеяла свой коварный план. Все, что ей было нужно от Дункова, это веревка. Но неуклюжий Дунков споткнулся и запутался в ней. Гелла наложила на веревку заклинание и выпустила Дункова. После чего королева приказала принцу Антуану поймать Белоснежку при помощи магической веревки. Белоснежка и семь гномов наконец прибыли в замок. Белоснежка увидела Антуана, который стоял неподвижно, со связанными руками и ногами. Белоснежка бросилась развязывать принца, но это была ловушка. Как только она коснулась его, волшебная веревка перешла на руки Белоснежки. Ха-ха-ха! Я поймаю ее, моя королева! Семь гномов пытались развязать принцессу, но тут, прямо позади принца, появилась злая королева Гелла. Я поймала тебя, красавица Белоснежка! Ты ужасна, Гелла! Ты заколдовала его! Гелла направилась к Белоснежке. Вокруг нее пылал магический огонь. Она вознамерилась уничтожить с его помощью Белоснежку. Гномы растерялись. Простачок ринулся к королеве, чтобы остановить ее, но споткнулся. Крошечный мешочек гнома пролетел в воздухе, и волшебная пыль из шахты осыпалась на руки принцессы. Веревка развязалась. Ах, я свободна! Эй, посмотрите! Пыль, которую мы нашли в шахте, разрушает колдовство. А что? Когда Белоснежка увидела, что произошло, она вспомнила, что ее ожерелье тоже было сделано из звездной пыли. Она открыла крышку кулона и сдула волшебную пыль на принца Антуана. Принц был освобожден от заклятия. Он снова стал самим собой. Дунков, принеси мне волшебную веревку! Но принц Антуан был быстрее. Он схватил веревку и бросил ее на Дункова. Волшебная веревка крепко связала слугу королевы. Тогда остальные гномы выпустили магическую пыль из своих мешочков на злую королеву Геллу. И пыль погасила магическое пламя вокруг нее. А Гелла превратилась в каменную статую. Но это еще не все. Волшебную пыль подхватил ветер. Она разнеслась по всему темному лесу и снова превратила его в прекрасное место. Лес стал снова полон зеленой листвы, травы и цветов. Да, Гелла была превращена в камень. Зло, наконец, было остановлено. Любовь и дружба снова воцарились в королевстве. Белоснежка, принц и семь гномов вернулись в свой замок и продолжили жить, как раньше, веселой и мирной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова